Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и продолжение неконтекстуального разбора первого послания Петра. 13 стих. Посему, возлюбленные, припоясавши чесла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Знаете, чтобы более точно понять смысл, передаваемый Петром, давайте мы почитаем, как это звучит в новом переводе, потому что он более, наверное, близок к современному человеку, да и просто более понятен. Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет дана вам, когда явится Христос. Итак, благовестие, дорогие друзья, это таинство Духа, требующее нашего деятельного участия. Как мы относимся к чудесам, к тайнам? Многие из нас смотрят на таинство Духа, на действия вообще Духа Святого, как на, знаете, такое самодостаточное явление. То есть мы думаем, что нам достаточно просто зажмуриться и поверить в какие-то вещи, и Дух Святой начнет их выполнять. Это далеко не так. Любое таинство требует нашего деятельного участия. Смотрите, нужно возлагать руки на больных, мазать елеем, нужно говорить Евангелие, то есть произносить слова для того, чтобы люди спасались. Приготовьте свой ум к действию, приготовьте, что вы должны стать частью Божьего движения, вы должны стать людьми, которые будут движимы Духом Святым, направляемы Духом Святым. И да, конечно, он будет делать всю работу, но мы должны прийти туда, куда он хочет, мы должны говорить те слова, которые он хочет, чтобы мы сказали. Итак, наша ответственность произносить слова, наша ответственность говорить Евангелие, ответственность Духа Святого обличать и привлекать людей к Богу. Если мы не будем делать свою часть, Бог не может делать свою. Он так установил. И поэтому мы с вами должны быть готовыми действовать в любой момент. Как только вы увидите, как только вы найдете человека, который открыт для Евангелия, мы должны быть готовыми действовать. Еще одно такое важное, на мой взгляд, замечание в этой связи, это то, что Евангелие, оно должно быть не просто сказано, оно должно быть принято людьми. А для того, чтобы человек принял, он должен его понять. И нам с вами вот действительно нужно приготовить свой ум, где-то упростить себя, где-то перейти на нормальный, понятный русский язык, где-то смирить себя, но подготовиться к тому, что наша задача не просто засыпать человека ворохом хороших, правильных, религиозных, библейских цитат и фраз, но донести до него Евангелие, сделать так, чтобы это Евангелие, оно было понятно для этого человека. Это одна из наших важнейших, наверное, задач. Еще одна вещь важная в благовестии, это упование на благодать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова